Добрый день, я Андрей Туманов, и сегодня у нас в гостях известный шеф-повар пекарни Маса Мадре и будущего ресторана Корнесари Вино Роман Палкин. Действительно, человек очень известный, и не только в узких кругах любителей хорошо покушать, но и среди любителей просто покушать, потому что Романа Палкина, по-моему, знают все как специалиста по, прежде всего, по мясу, по выпеканию всего, по грилю и так далее. Здравствуйте, Роман. Добрый день. Ничего я не приукрасил. Нет, может быть, даже чуть-чуть можно было добавить, потому что у нас все-таки наша индустрия такая замечательная, что не всегда охватываешь все возможные моменты, и, конечно же, мне безумно приятно, что вы пригласили меня сегодня к вам в эфир. И готов поговорить, поделиться обо всем, все, что хотите, все расскажу. Роман, вот честно говоря, вот мы дачники, что любим делать, приезжая на дачу? Вот когда начинают говорить про дачников, приехали, там чуть-чуть выработали, растопили мангал и начинают шашлыки жарить. Я не любитель шашлыков, вот терпеть не могу шашлыки, потому что когда шашлыки начинаются, потом, значит, пошла там гулянка, потом салют, ну и так далее поехал. Поэтому вот запах шашлыка у меня как-то, он меня слегка раздражает. Но, но иногда, иногда, вот есть у меня сосед через несколько участков, он грузин. Вот когда он приезжает и начинает что-то делать, это такое, оттуда идет, ну такой аромат, запах такой головокружительный. И вот что-то такое, немножко забытое, но до того вкусное, что мне иногда хочется шашлыка, хочется что-то пожарить на гриле. И мы сегодня, наверное, про это поговорим, покрутимся вокруг гриля. Вот скажите, вот как вы-то относитесь к нашим потугам дачным, что-то изжарить у себя нечто на даче? Вы знаете, я готов очень долго говорить по поводу вообще гриля, но все-таки вот сам процесс, сам процесс приготовления, то есть вот если мы назовем это шашлык, да, если мы там будем говорить по-аргентински, то это будет асадор, то это целый процесс, это процесс, в котором участвует один шашлычник. Вот у вас есть сосед грузин, и он самый главный. Если он вас зовет, например, в гости, то в любом случае вы гость, да, и он такой некий дирижер, то есть есть целая процессия. И не обязательно мы должны с вами выбирать продукт такой, как, не знаю, там мясо или птица. Мы можем совершенно использовать и рыбу, и овощи, и прочее. Естественно, у меня есть свои предпочтения. Я со своей семьей обязательно, и не только со своей семьей, и с друзьями, конечно же, выезжаю на шашлыки и открываю сезон, и закрываю сезон. Но не скажу, что это часто. И здесь вот вариантов, рецептов, ну просто невероятное количество. И, соответственно, ты смотришь на погоду в зависимости от нашего сезона. Ты можешь приготовить, например, что-то более жирное или, наоборот, более легкое, когда сейчас жара стоит в Москве. Не очень-то хочется есть шашлык. Но в целом работу с открытым огнем и с углями, она быть может. И это такой некий традиционный подход к приготовлению пищи. И здесь, безусловно, каждый из нас может выбрать что-то особенное. Сейчас замечательный сезон овощей, и можно, в принципе, даже обойтись без красного мяса. А вот скажите, во всем мире принято на углях жарить? Потому что я бывал в Австралии, там электрические грили стоят у всех. А в Финляндии, например, газовые. То есть там баллон газовый и греется. А вот так вот, чтобы угли живые, это только у нас. Видео, в ваших случаях. Да, мы взаимствовали, как бы это ни звучало, и это очень здорово. Все-таки с кавказской традицией связана очень много наша культура потребления шашлыка. И на мое удивление, безусловно, когда ты приезжаешь, например, в Тоскану, я учился у Дарьо Чекини мясницкому делу. А кто это? Извините, мою безграмотность. Да, один из величайших мясников, который признанный. Он входит в топ-10 лучших мясников, существующих сейчас во всем мире. И он готовит тоже на углях. У него точно такой же принцип, наверное, как мы с вами используем. Даже на даче. То есть разжигаются угли, и далее происходит приготовление, происходит магия. Магия общения с продуктом, которое, ну, в общем-то, филигранно, с его рассказов заходит на стол каждому гостю. Общий стол, и это очень здорово. И если мы будем говорить, сколько, давайте не так, много ли во всем мире готовят на открытом огне или с использованием углей, на самом деле нет. Это все-таки такая особенность. И пока, вот так, чтобы это перевести в русло, наверное, и традиции, и нормы, это, наверное, будет Аргентина 100%. Отчасти некоторые регионы Испании, чуть-чуть Франция, совсем чуть-чуть, ближе в горы, Италия, граничащая с Швейцарией, вот там, наверное, будут использовать элементы. Да, то есть это, само собой разумеется, когда ты сжешь очень классные дрова, из них получается невероятно вкусные, прошу за мой лексикон извинить меня, угли, на которых ты готовишь или мясо, или рыбу, или овощи. Это все-таки обособленность региона. То есть для меня это в нашем формате, это уже стало супер классной традицией, и шашлык, это действительно здорово, и я думаю, что каждый из дачников или тех, кто отдыхает на природе, не может себе представить, например, без шашлыка выходной, ну или вообще, в принципе, хотя бы за сезон, несколько десятков раз это вот такую кухню приготовить. А что значит вкусные угли? Что значит вкусные угли? А вот вкусные угли здесь, вы знаете, нужно использовать правильные породы, породы деревьев, точнее, дрова, и приходить к некоторым хитростям, использовать для одымления, это не копчение, именно одымление, насыщение ароматикой, например, фруктовых деревьев. Это груша, яблоня, вишня, использовать щепу, да, то есть мы ее, это вообще целый процесс, то есть для многих сейчас вы, если выйдете в парк, например, в серебряный бор, все приходят и условно делают быстрый шашлык. Но в моем понимании это все-таки больше такой традиционный подход, когда времяпровождение на открытом пространстве сопровождается приготовлением еды на протяжении всего времени. То есть мы начинаем, например, с овощей, далее мы готовим какие-то лепешки или лаваш, и далее мы готовим мясо, ну то есть как бы кульминации у нас, ну и, конечно, можно на десерт, уж чего там греха таить, пожарить ананас, и это будет невероятно вкусно. Причем ананас продается на каждом углу, и это очень вкусно, с ванильным мороженым это просто, ну, невероятный вкус. А я груши жарил. Груши, груши, знаете, я еще могу сказать вам, и персики сейчас в сезон тоже очень-очень вкусно, и классный гарнир, конечно же, к мясным блюдам. Будьте смеяться, я даже огурцы жарил. Это тоже классно, кстати, огурцы тоже хорошо, а чем они хуже кабачка? На самом деле ничем. Ну да, родственники. Приправить, и будет все классно. Поэтому сказать, что традиция у нас сильно развита, это ничего не сказать. И этим нужно гордиться, это нужно брать за основу, потому что работа с, наверное, открытым огнем и с углями нас так или иначе отводит к первобытному способу приготовления пищи. Не скажу, что это полезно на протяжении длительного времени. То есть процессы выгорания сахаров, процессы гликации, они не супер классно влияют для нашего организма, но особенность и ощущение вот этой ароматики, которую я до этого сказал, что нужно использовать. Например, мы берем, покупаем щепу, в магазине в каждом продается, чуть-чуть ее замочили и подсыпаем вот на угли так, чтобы был аромат и дымок. И таким образом весь продукт, который мы готовим на мангале, он начинает пропитываться этим ароматом. И, конечно, компенсация открытого воздуха, ощущение от этой еды уходит в какой-то невероятно незабываемый, наверное, вкус. И вот здесь нужно играть. То есть я всегда советую, когда меня спрашивают, как приготовить или что приготовить, например, на ужин, независимо, где вы готовите, я советую всегда чуть-чуть подумать, чуть-чуть. Вот знаете, когда вы идете в магазин и вам нужны тапки, к примеру, да, вы же думаете, какие вам нужны тапки? Вот тут то же самое. Вот в приготовлении пищи очень важный момент, какой результат вы хотите достичь. И здесь, безусловно, вот если мы говорим о шашлыках, о природе, о дачниках, я вам просто всем советую, слушайте, просто подумайте, что вы хотите получить в результате. И вот буквально 15-20 минут спланировать весь процесс, и результат точно-точно-точно будет суперклассный. Это вот 100%. Мы угли готовые покупаем или все-таки сами их палим? А вот здесь вы знаете, как есть возможность, да? То есть возможность, время, ну, по-разному бывает. Иногда хочется по-быстрому, например, вы приехали поздно вечером или, не знаю, нет времени готовить угли. Я, конечно, рекомендую из дров получать угли. Это чуть дольше, но эффект совершенно иной. Но в том числе не против, конечно же, углей, потому что это быстро, удобно, компактно. И, ну, в общем-то, вы не тратите время в принципе. Хорошо, вы мне подсказали хорошую идею. У меня недавно соседка через два участка попросила спилить старую вишню. А у меня все как-то руки до нее не доходят. А я подумал, а если я ее спилю и как раз-то и пущу эту вишенку старую, но, наверное, ароматную на мангал? Да, и вы ее вот прям спилите, и вам нужны, я рекомендую использовать, если есть возможность, целиком плод дерева. Не щепа, а именно целиком. Это гораздо эффективнее. Ну, вы потесовы, да. Тюлечки такие, да. Тюлечки, тюлечки такие. И вот подкладывать, он может просто у вас дымиться, и вы можете за один, например, прием всю эту тюльку не спалить. То есть у вас она может быть переходящей. Тут главная ароматика. То есть у вас есть основа, да, так скажем, база по углем или по древесине. И дальше вы подкладываете. Если это вишня, ну, это невероятно вкусно, конечно, что уж там говорить. И груша, и вишня, это очень вкусно. Это прямо, вот, мне даже захотелось сейчас в моменте поехать в магазин, купить все для мангала и приготовить для семьи сегодня ужин. Так что... А, в магазин. А вот я тут заезжал в соседний магазин в деревне. Там продаются в таких вот пластиковых ведерках готовый шашлык. Честно говоря, у меня какие-то вот сомнения возникли такое покупать. А у меня соседи покупают с удовольствием и жарят. Вы-то как к этому относитесь? Я отношусь, ну, так как я повар, да, и мне, конечно же, очень сложно из полуфабриката готовить. Я предпочитаю самостоятельно есть универсальный рецепт для птиц и мяса, и даже рыбы. Я очень люблю рыбу в качестве шашлыка. Я обожаю просто. Отношусь как? Ну, я все-таки смотрю в разрезе, наверное, отсутствие возможности у людей, так скажем, подготовиться. Да, не у каждого есть возможность и время, ну, в общем-то, подготовить себе шашлык. То есть я обычно, если понимаю, что у меня в субботу будет выезд на природу, я готовлюсь уже заранее. Там это будет четверг или пятница, то есть это минимум сутки для того, чтобы он у меня промариновался. И, соответственно, я понимаю, что не каждый может себе позволить приготовить, подготовить, и не у каждого есть желание. Поэтому такая опция есть, ну и хорошо, да, то есть сказать, что я хотел бы поругать, ну, нет, наверное, нет, конечно же. Но предпочитаю, естественно, мариновать всегда сам. Вот это очень важно. Идем на рынок покупать мясо, ну, или в магазин. Да. Что выбрать? Вот если хотим мясо. Если хотим мясо. А какое мясо? Тут вопрос, предпочтение. Барашек, свининка, что там у нас еще? Говядину жарят? Конечно, конечно. Уйдем в категории. Если говорим про говядину, это очень кратко и быстро. Не типично, не стандартно. Это должна быть шея. Эта шея, в любом случае, она будет не такая как бы жевабельная, да, по точке зрения того, что будет классно жеваться. Чем дольше вы ее будете мариновать, тем лучше она будет жеваться. Я подсмотрел, в Дагестане готовят очень много шашлыка и используют один секрет. Казалось бы, это киви. Киви, который, да, деревянный, которыми можно гвозди забивать, если честно. Натирают на терке. Соль, перец, немножко там масла, лимонный сок и все. И у вас буквально там через 2 часа из говядины будет вот прямо ощущение такой вот рыхлого, рыхлого мяса. Киви невероятно работает вот в сочетании с остальными ингредиентами. То есть как раз недовыдрелое, как вы говорите, да? Да, да, деревянное. Ну то есть оно действительно, оно прям твердое. Вот его просто на терочке натираешь и все, и классно. Но я очень люблю на шашлык, конечно же, это птица. Я обычно покупаю бедро либо индейки, либо, ну, за редким случаем курицы, цыпленка. Мариную, самый простой маринад. И я очень люблю так называемые, главное, чтобы нас сейчас не забанили, слово такое пистолеты. Это коры ягненка на длинной косточке, и это невероятно вкусно. Соль, перец, оливковое масло чуть-чуть я добавляю, немножко подсолнечного масла, много лупка, лимон и практически все. И дальше ты просто отправляешь их на сутки в холодильник. Чем ниже температура, так скажем, маринада и ферментации белка, тем лучше для самого продукта. И здесь часто я миксую птицу вместе с барашком. Крайне редко использую свинину для шашлыка. Ну, это, наверное, особенность, наверное, нашей семьи. Я вот так скажу, что я не противник совершенно. Я люблю, и часто был на Кубани, на фестивале, в замечательном Краснодаре проходит фестиваль шашлыка, который принципиально готовят только из бедра. Это очень важно. И вот здесь умение шашлычника замариновать, подготовить и приготовить именно из бедра свинины. Это прямо, ну, это дорогого стоит. Вот, приходим на рынок, значит, смотрим, просим понюхать. Надо не стесняться, не стесняться пробовать, трогать. Обязательно должна быть возвратная часть абсолютно по мышце. То есть мы нажимаем, например, на филе с бедра или филе грудки, обязательно должна возвращаться. Это значит, что продукт, в общем-то, ну, более, так скажем, свежий. Это касательно всего. И говядины, и баранины, и свинины, и, в общем-то, и птицы, даже утки. Но если же продукт визуально вам не нравится, то, скорее всего, и на ароматику он тоже будет не очень. Поэтому я всегда рекомендую, всегда рекомендую, касаемо выбора продукта, если у вас есть прямой контакт с продуктом и с продавцом, просто попросите чуть-чуть почувствовать ароматику. Если ароматика кислая и уходит в сторону горчинки даже, то, скорее всего, продукт уже, ну, так скажем, начал, подвержен, так скажем, неправильным бактериям, и он уже, так скажем, начал свой путь в один конец. Его лучше не брать. Все-таки, что бы мы сейчас ни говорили, свежесть аромата от мяса, птицы или рыбы, она должна ощущаться. Это должны быть естественные, естественные ароматы и запахи. Соответственно, тут смело можно торговаться, говорить о том, что нет, давай там что-то посвежее, или, ну, по крайней мере, вы это точно почувствуете. Вот самый простой пример – это когда портится или начинает, например, нехорошо пахнуть продукт, это так пахнет кисломолочная история вся. Ну, когда у вас молоко закисло, и оно уходит даже в ароматике, в горечь. То есть вы открываете, например, банку, бутылку с чем-то кисломолочным, и у вас первый аромат идет в такую, в горечь, не в очень приятную. Это, соответственно, так же может быть и с рыбой, с мясом, не знаю, там, с курицей и со всем прочим. Но визуал, конечно, вот и два фактора основных – это визуал и ароматик. Не стесняйтесь, просите, говорите, чтобы вам дали самое лучшее, самое свежее. Я думаю, что с этим никаких вопросов нет. Что на фермерских лавках, что, в общем-то, на рынке никакой сложности нет. Все борются за клиента, за гостя, и каждый открыт. Я очень люблю рынки, я минимум четыре раза хожу в неделю на рынок, не потому что это моя работа, а это мой образ жизни. Я, во-первых, люблю торговаться, во-вторых, я очень люблю выбирать продукт сам глазами, и дальше уже своим поставщикам присылать фотографии, говорить, вот так не надо, вот это мне нужно, я хочу вот так, я хочу, чтобы мой гость в ресторане получил максимальное качество. Поэтому здесь все очень просто. А какие кусочки потом мы получаем, режем на какие кусочки? А вот здесь в зависимости я использую обычно решетку, но кто-то любит шампура, да, то есть это вполне себе. Классика жанра. Да, классика жанра, и здесь кусочки должны быть побольше, конечно же. Если я использую решетку, я стараюсь сделать, знаете, некие такие в виде стейков, например, сантиметров 10-12 в длину, да, и в ширину, ну там буквально один там палец, да, если я использую решетку. То есть я стараюсь сделать так, чтобы это было на низких углях, то есть они уже, они не то что угасающие, но они не суперактивные. И готовлены решетки так, чтобы это было, так как это уже после овощей, например, лаваша с зеленью и там травами и сыром, это вот уже угасающие угли, которые позволяют, с одной стороны, жарить мясо, с другой стороны, его немножко, ну как бы ласкать, томить его, и тем самым вот за счет открытого огня и капающего жира получаются очень классные ощущения. Если мы говорим про шампура, то это куски должны быть сильно больше, я считаю, что это должно быть два пальца взрослого мужчины, и вот такие кусочки на шампур, это будет оптимально, идеально. Это для птицы. Для свинины можно чуть-чуть больше, для баранины, ну здесь я думаю, что баранина как курица, говядина так же как курица. То есть вот такой два пальца у меня, к сожалению, плохо с глазомером, ну сколько это примерно? Наверное, сантима три, три на три кусочки. Ну да, где-то так. Вот, где-то так. Вот, тут главное маринад. Маринад, это безусловно, самый классический, самый простой. Кто-то любит на кефире, кто-то любит с майонезом, кто-то любит с горчицей. А кто-то уксусом заливает. Кто-то уксусом заливает. Я предпочитаю купить, сейчас не шучу, в сезон прийти на рынок и посмотреть помидор, знаете, который уже вот, ну завтра порастет грибами, условно. То есть он уже мягкий, немножко подбродивший. И вот эти подбродившие помидоры ты добавляешь в маринад. На один килограмм курицы я использую 9 грамм соли, использую один килограмм лука, три лимона и примерно граммов 300 томатов. Вот этих вот самых. И так вот жмякаешь их, эти помидоры вместе с луком, делаешь такой маринад и убираешь. Добавляешь туда масла подсолнечного, чуть-чуть оливкового. И все, и ждешь штутки и маринад, ну просто фантастический. Вот здесь я вообще готовлю на глаз. То есть вот у меня в принципе вся еда, это когда ты готовишь, ты готовишь по ощущениям. Но что в кондитерском искусстве, что в пекарском, в том числе, что в общем-то в маринадах, вот здесь вот четкие цифры, вот здесь всегда. То есть соль должна быть всегда четкой. Если ты готовишь колбасу, то соль тоже должна быть четкой. Причем она должна быть всегда одинаковая. Здесь тоже выбор очень большой. А соль нубая? А вот вы знаете, я люблю, если честно, для, так скажем, маринадов самую обычную, там, каменную соль. Я не очень люблю соль ядированную, которая мелкая, экстра. Я люблю самую простую, каменную, которая с фракциями даже такими попадается. Ну, как для засолки огурцов, так и, наверное, для мяса. Да, 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 совершенно верно, совершенно верно. Это самая лучшая, самая вкусная соль, я считаю. Но, естественно, если мы говорим там уже про стейки, или, например, говорим про... Причем стейки могут быть совершенно из мяса, из рыбы, из, там, не знаю, любого мяса. То я предпочитаю посыпать сверху, конечно же, кристаллами соли. Это очень вкусно, это очень раскрывается при каждом поедании, там, кусочком. Но, коли мы говорим про шашлык, то здесь вот самая-самая-самая обычная соль, каменная, замечательно подходит. У нее очень стабильный, неострый вкус. Она не ожигает, не обжигает ни неба. Ну, в общем-то, она очень классная с точки зрения использования вообще в маринадах, приготовлении пищи и полуфабрикатах. А перчик черный, я что-то прослушал. Сколько перчиков надо? Вот, перчик черный. Вот, кстати говоря, всегда с собой ношу такую карманную мельницу. И когда готов продукт, вот этот свежий перчик прямо на него, вот на готовый продукт. И ароматика вот этого черного перца, она так раскрывается, ну, тут словами не передать. Это гораздо вкуснее, чем добавлять этот перец в начале маринада. Он, по сути, как бы уходит. И когда сам продукт жарится, основной вкус – это продукт, который вы замариновали. А маринад способствует его размягчению и улучшению его вкуса и качества, соответственно, кусочков. Вот, а когда вы перчик на горячий шашлычок намалываете, свежий, совершенно иное, такая раскрывается палитра вкуса. Это вот, в пример, даже вот сейчас сойти в огород, взять свежую клубнику, которая еще не дозрела, взять оливковое масло, чуть-чуть свежемолотого перца. Это лучше карпаччо на сегодняшний день, если честно. Да, это гораздо лучше, чем открыть кильки в томате, да. Это точно. Хорошо, а вот у меня шашлык как-то ассоциируется, знаете, вот читал я книгу о вкусной и здоровой пище, там несколько видов шашлыка, и, значит, нанизываются куски мяса, кусок жира, колечко лука, и вот такая вот, жарится такой вот составной шашлык. В этом есть какие-то разумные мысли, или это немножечко из другой оперы? Не-не, есть, безусловно. Тут уже уходим мы в стилистику шашлыка. То есть разновидность и количество шашлыка просто невероятные. И если мы говорим про, так скажем, очередность мяса, жир, лук, мясо, а в этом есть безусловный смысл, потому что, когда у вас на шампуре поджаривается и лук, и мясо, они выдают немножко другую ароматику, которую нельзя добиться совершенно никаким иным способом, кроме как на открытом огне. То есть в той же конфигурации, поставив в духовку, вы не получите такой классный вкус. И здесь есть, естественно, золотое правило шашлыка, так же, как золотое правило супа, например, или салата какого-то сборного сложного. А здесь необходимо подбирать одинаковые по диаметру, по размеру кусочки визуально, и сделать так, чтобы они как бы не горели и бесконечно переворачивая, крутить, в общем-то, шампур так, чтобы жир вместе с луком начал выдавать свои соки и отдавать соседним кусочкам мяса. Это вообще очень рабочая модель и очень правильная. В силу того, что чаще всего в правильном понимании шашлыка, если мы будем говорить в сторону Кавказа, это должны быть вначале субпродукты и в самом конце, ну то есть это субпродукты, овощи, может быть какая-то часть, не знаю, свинины или барашка, и в самом конце самые топовые кусочки мяса. И к этому нужно подходить как бы осознанно. То есть, как я и сказал в самом начале, шашлык – это не просто способ приготовления еды, это некий традиционный подход к приготовлению пищи, который за собой влечет общение прежде всего. Это всегда компания, это всегда приятное настроение, и это всегда вкусная еда. И не всегда пьянка, кстати. Вообще ни разу, то есть это не обязательно, но если кто-то хочет, как бы как ты ему запретишь. Поэтому здесь это больше про традицию, это больше про, наверное, способ проведения и возможное проведение классного времени. То есть это не просто 25 минут, 30 минут на шашлык, это я думаю, что 2,5-3 часа приятного времяпровождения, когда ты выбираешь, чтобы у тебя был не только один вид, например, мяса или еще чего-то, но ты еще и, естественно, стараешься сделать так, чтобы всем твоим близким было очень вкусно и классно. Правильно говорит мой вот этот сосед грузин, что пламя – это враг шашлыка. Да, да, конечно, огонь и огонь нехорошо, вообще нехорошо, ни для чего нехорошо. А он его еще чем-то задавливает, там водичкой сбрызгивает, а может быть даже каким-то вином, чтобы... Тут, вы знаете, от специалиста зависит. Я предпочитаю соль. Я посыпаю соль, и пламя гасится быстро очень. Я не очень любитель вот этих жидкостей всех. Я вот прям солью присыпал, огонь погас. Она так еще приятно хрустит, шепчет тебе что-то, и получается прям очень хорошо. Но кто-то даже пивом заливает. Ну тут вопрос каждого. Сколько грузин, столько и рецептов в Кемале, это факт. Ага. А степень прожарки? Вот когда там, говорят, в ресторан приходят, тебя спрашивают, какая степень прожарки, когда ты берешь мясо, у шашлыка это тоже степени есть какие-то или нет? Нет, я бы все-таки не сказал, что они есть. Я думаю, что шашлык или готов, или не готов. Вот здесь единственный вариант, это вот именно готовность его. Потому что при правильном маринаде, при правильной подготовке шашлыка, вы в априори сделаете сочное мясо. Ну вот это 100%. И то, чтобы оно сочным, оно должно быть готовым. То есть белок должен свернуться так или иначе в продукте. И, ну, здесь выбирать, я как бы не очень за шашлык из говядины, поэтому, если мы уже переходим к степени прожарки, то это больше, наверное, история стейков. И она не связана с именно мангальной темой, именно с историей шашлыка. Это все-таки отдельное ответвление, где готовят, учитывая вот все, в том числе, прожарки. Ну, тут, конечно, сразу же мы уходим в различные виды мяса. И в Испании, например, в Севилье есть замечательные рестораны, которые принадлежат компании Синка Хотес по производству хамона. Вы можете прийти и попробовать, там, не знаю, там, ланзина или вырезку medium rare для свинины. Например, у нас, в нашем регионе, ну, вообще, в принципе, во всем мире, наверное, это совсем никак не ложится в разум. Ну, то есть, как ты можешь есть полусырое мясо, ну, точнее, недоготовленное мясо свинины. Но они вот готовят, у них вот есть патонегра, да, вот эта черная копыта, которая вам приносит в различном исполнении, и в том числе с различными прожарками. Поэтому тут все зависит, конечно, от чистоты продуктов. Здорово. Ну, наверное, вот мы сейчас говорим, 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 некие такие воинствующие вегетарианцы, наверное, нас начинают проклинать. Давайте мы хоть так, с таким поклончиком к вегетарианцам, например, вот жарить какие-то овощи, это просто или здесь тоже много хитростей? Вы знаете, я с большим уважением отношусь к каждому человеку и особенности к тем, кто, ну, по каким-то причинам отказывается от белка животного происхождения. И здесь начинается и открывается один из самых интереснейших разделов в кулинарии – это овощи. И здесь ничуть не меньше подход к их маринаду, к подготовке и к приготовлению. Ну, серьезно, их мариновать тоже надо? И еще как надо, еще как нужно, особенно, например, вот самый простой пример, вы знаете, вы можете просто запечь картофель, например, в фольге или не в фольге, а вы можете его замариновать, а потом запечь. И это будет совершенно другой продукт, совершенно иной. И вот самый простой рецепт, самое простое такое объяснение тому, как приготовить вкусно овощи на мангале. Представьте, что вы готовите не баклажан, например, а птицу, ну, курицу. Ну, и замаринуйте его так. Или там перец болгарский, или кабачок. Вот вы его так замаринуйте, как будто это вот птица или мясо. Насчет кабачка это очень актуально, потому что сейчас главный подарок между дачниками. Тем более он вырос, я думаю, что размеров таких, как маленький цыпленок. Маленький поросенок. Вот здесь прямо актуально вообще. Вот если мы говорим про кабачок, как вы сейчас показали, смело можно его нарезать на кольца толщиной там в палец и мариновать. И прямо не стесняться. Он достаточно гидроскопичен, он замечательно впитывает совершенно все маринады. И, безусловно, сам процесс приготовления его, в том числе, достаточно простой. Но маринады, они должны быть всегда. Если вы хотите вкусно и разнообразно питаться овощами с мангала, обязательно маринуйте все, все группы овощей совершенно. Все, что бы вы ни делали. Даже лук репчатый или белый, который вы нарезаете, обязательно. Не стесняйтесь добавлять туда нотку, не знаю, там, или акцент какой-то делать на кислинке. Да, то есть самый простой, это, конечно же, уксусная история. Но я предпочитаю больше лимонную составляющую. Сок лимона, сок апельсина, сок лайма, в том числе, в зависимости от овощей, очень хорошо комбинировать. И в моем холодильнике всегда присутствуют цитрусовые, которые я использую в дальнейшем для маринада. И овощи заслуживают, конечно, отдельной темы для приготовления на мангале, на биле, на открытом огне. Но прям маринуем, вот не стесняемся. Маринуем, маринуем, маринуем. Это очень хорошо. Какой же я темный, оказывается. Я не то, что ни разу в жизни не мариновал. Я как-то даже не слышал, я там возьмешь, нарежешь, на гриль кинешь, все, солью посыпешь с перчиком, все, оказывается, все, я неправильно делал всю жизнь. Сколько потерял удовольствия. Я не думаю, что потерял, можно наверстать. Роман, вот так мы, наверное, подходим потихонечку к окончанию нашей беседы. Было очень вкусно, было очень интересно. И я для себя открытий много сделал. Надеюсь, наши слушатели и зрители тоже открытий много сделали. И вот у меня к вам вопрос. Вы приехали только что из Аргентины, правильно? Да, все верно. И были в гостях у великого Фрэнсиса Мальмана. Все верно. Скажите, кто это такой? Это один из самых, наверное, самых-самых уважаемых и самых авторитетных человек, людей в нашей индустрии, не только вообще в целом. Это, наверное, тот человек, который своей работой доказал уже всему миру о том, что открытая часть огня и популяризация, конечно же, аргентинского способа работы на Асадоре. То есть, по сути, это какая-то ложа, так скажем, или мангал, куда ты набрасываешь дрова, и все происходит у тебя на глазах. И все очень первобытно с точки зрения того, что путем обжига, путем, кстати, обжига и затем обработки и с помощью маринада последующего обжарки тоже очень важный момент. Фрэнсис Мальман – это очень, во-первых, душевный, замечательный шеф, который готовит на открытом огне, использует только дрова для всех своих ресторанов. А у него их несколько и в Франции, и в США, и в Аргентине. Я был в самом, наверное, таком главном проекте, сам он оттуда родом и живет он там. Я был в Мендосе возле подножья гор Ант, это на границе с Чили. И вот когда вы туда приезжаете, там сам бог велел, наверное, растопить мангал, огонь и приготовить что-то в таком в стиле Асадор, в стиле шашлыка. Естественно, я попробовал и всю ресторанную историю, и попутешествовал там. Что больше всего поразило? Поразило? Еды, вот что? Вот открытие какое-то, секрет какой-то, выдайте нам секрет. Секрет, секрет, самый простой секрет, знаете, это секрет в простоте, в простоте и в длительности времени. То есть самый простой секрет, это не надо никуда спешить. Вот когда ты условно заряжаешь там на решетку ягненка, ты должен подождать, ты должен спланировать время так, чтобы у тебя этот ягненок потомился. Не нужно никакой спешки. И самое классное – это подход к продукту. Вроде бы мы используем все те же самые продукты, вроде бы. Но любовь и осознанность к этому продукту, она проявляется, вот, наверное, у каждого аргентица, не только там у него. И вот работа с открытым огнем здесь очень сильно влияет. То есть невероятное внимание к деталям при приготовлении – это самый-самый, наверное, главный секрет. Будь то это, не знаю, там, лук, капуста, баклажан, не знаю, там, кукуруза. Нет, нет, нет. Они вот прямо стоят над этим продуктом, ждут, переворачивают, думают. То есть я считаю, самый главный секрет – это ритмика. То есть это ритм, размеренный ритм в осознанном потреблении. И это очень сильно похоже. Вот мне очень, я когда ехал, я думал, что, ой, я сейчас приеду, там будет очень испано, испано такая традиционная история. А я приехал, и напротив там все очень по-итальянски. Ну вот прям вообще, особенно по еде, это безумное количество сыра, очень вкусного, там, морепродукты, ну, мясо, открытый огонь. Вот, поэтому секрет и успех, и что поразило, это, конечно же, вот, размеренный подход ко всему, ко всему. Все, Роман, вы меня убедили, я ставлю крест на кильках в томате, буду, наконец, на даче, несмотря ни на что, несмотря на то, что времени нет, пропалывать надо, поливать все-таки надо, любить себя, надо готовить, готовить вкусно, для того, чтобы жить вкусно. Роман, я бы вам хотел пожелать, как это говорят, как это, у нас в Аргентине говорят, салют денейро и амор. Спасибо большое, спасибо вам огромное, что пригласили, да, надеюсь, до скорых встреч. Очень хотелось бы еще много-много встреч с вами, очень интересно, очень вкусно. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...